Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сейчас мы хотим поехать... Хочу с вами поехать... Тут поблизости есть один домик, который уже полтора года не продается. Я решила с вами поехать на кабриолете нашим, блатном. Очень довольна этой машинкой. Да, ребят, всем привет! И едет она шикарно, очень тихо, спокойно, без всякого запаха. И мы не засыряем воздух бензином, так что поехали. Короче, хочу показать вам дом, который уже полтора года не продается. И почему он не продается? Он выходил на рынок трижды. Трижды выходил на рынок. Хочу вам сказать, по какой причине он выходил. Сейчас мы проедем ума собачки. Где же я его не сказала? Сбежала. Его выставили на продажу, написано табличка на газоне, что он продается, да? Потом через недели две-три он выходит из продажи, как бы написано пейдинг. Типа он ушел уже, пошел процесс продажи этого дома. И через какое-то время он снова выходит на рынок. Как бы, если вы захотели какой-то дом, и он вдруг уже ушел, табличка не сейл, а табличка пейдинг, вы не расстраиваетесь. Это не означает, что он продастся. Возможно, он вернется обратно на рынок. По какой причине? По той причине, что... Как все проходит этот процесс? Сначала он... Приходит человек из банка и оценивает дом. Приходит инспектор, говорит все нюансы, что нужно менять, что нужно оставить. Например, крыша тут скоро потечет, розетки эти плохие, нужно поменять. Он все-все-все проверяет, кроме домохода. Когда банкир приходит и оценивает дом, он говорит, я не буду спонсировать, наш банк не будет спонсировать ваш дом, потому что он не стоит этих денег, он стоит максимум. Вот мы уже подходим, видите, с зелеными окнами. Зеленые таблички уже нету. Нет, он не продан еще. Вот этот дом, он продается уже полтора года. Его стоимость сейчас на рынке 274 тысячи долларов. Банк оценил, и сказал, что он не стоит больше 247 долларов. Смотрите на этот домик. Этот домик мой любимый. Он коллекционирует Мерседесы. Мерседесы очень красивые люди. И всегда их, всегда оставляет гараж открыт, чтобы проветривались машинки его. Вот, сейчас я развернусь обратно, и дом никак не продается, потому что он не стоит больше 247 тысячи долларов. Как бы банк, банкир сказал, что максимум цена этого дома, потолок, прям потолок, потолок, это 247 тысяч долларов. А он, хозяева хотят за 278 тысяч долларов. Они хотели больше, но немножко скинули. Вот, посмотрите на него еще раз. Внутри все старенькое, как бы, ну, как у нас. Ничего нового, все старенькое. Три комнаты наверху, три или четыре? Четыре. Четыре комнаты. Она больше, этот дом больше, чем наш. Вот, и четырехкомнатная. Поэтому он постоянно возвращается обратно на рынок. Вот, и поэтому никак не продается. Я вам, помните, рассказывала, что дома тут продаются очень-очень-очень быстро, за неделю, за считанные дни, он все, он продан. А этот, ну, никак не может продаться. Поэтому я спросила у своей подружки, риэлторши, она тут, наша соседка. Я говорю, слушай, узнай, пожалуйста, по какой причине он не продается. Постоянно выходит из рынка, заходит обратно на рынок. Она узнала и сказала, что они просят слишком много. Этот дом не стоит этих денег. И я говорю, почему нет таблички снова у этого дома, он что, продан? Она говорит, нет, они решили сами продавать, без агентства. Есть сайт какой-то, чисто owner, sale by owner, продает именно сам продавец, лично, не через агентство, вот, а лично. И цена то же самое, я нашла их на этом сайте, и цена та же самая, они не опускают цену этого дома. Поэтому он и торчит полтора года, не продан. Вот, так что вы не расстраивайтесь, если вдруг поймете, что какой-то дом не пошел, не ушел в этот, на продажу, но не продался, и вернулся обратно на рынок, то, возможно, это судьба, и он ваш. Хочу проехать сейчас мимо дороги, наш дом находится там, по той линии, да, по той дороге, а тут уже другая. Хочу вам показать, какие тут дома красивые, тут очень дорогие дома, они дороже, чем у нас, чем по нашей дороге. Вот, и очень красивые дома, деревья. Мне очень нравится эта улица. Сейчас покажу наш домик. А, птички летают. Птички летают. Систит? Не, она так и должна. Вот наш дом. Видите, где наш дом? Вот он, бассейн. Красавец. А вот какие деревья красивые. Эти деревья, как кусты выглядят, они очень дорогие, ребята. Они по 500 баксов, не такого размера стоят. Ай! маленькие. Я взяла маленькие за 150 долларов, только он, блин, зараза, немножко перегрелся на солнце в этом году, поменяем место, и были все, очки, буки. Вы видите, какие-то дома, они больше, они ухоженнее, они красивее, они тут стоят от 300 тысяч вверх. Ну, наш банкир говорит, что он стоит поллямы вверх, но он перегнул, конечно, палку. Вот, кто-то землей занимается, кто-то еще чем-то, очень красивые цветочки. Как всегда у всех в гараже бардак, так что мы возвращаемся к дому. Нет, все нормально. Нет, я помню, что ли? Он ремонт делает у себя в гараже, расширяет свой гараж. И березки красивые, и деревья красивые. Всем пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк!